Кадыровские прихлебалы тебя обзывают, то тузик, то сказочник, то тумсик, то вахабёнок. Как ты лично относишься к этим детсадовским движениям? Мы с кентом зовём тебя Туз Козырный, храни бог тебя. Да вообще я не обращаю внимания на эти высказывания. Абсолютно не стоят они того, чтобы вообще об этом думать, как-то на это реагировать. Я обращаю внимание вообще, и мне нравится, когда есть какой-то конструктив. И неважно, это может исходить даже от кадыровцев. Когда помните, например, я заявил о незнании арабского языка кадыровым старшим. Сначала я сказал, покажите, где он хотя бы говорит на арабском языке. Они не показали. Когда они показали, я сказал, ну, увы, значит, он вообще не говорил на арабском. И они в ответ на это показали, как он изъясняется на арабском языке. Вот это конструктив. То есть я сказал, они взяли и опровергли. И как бы я к ним не относился, насколько бы там велика не была моя ненависть к ним, но когда по делу показали, мы всё принимаем, говорим, опа, да, здесь были неправы. Всегда, конечно, всему есть своё объяснение, да, но как бы там ни было, заявление опровергнуто, и мы это принимаем. Вот это конструктив. А всякие обзывания, то, что им присуще, это не то, на что вообще стоит как-то обращать внимание. Мне интересно, если вас отпустить, что вы будете делать, как вы будете жить? Ничего не умеете, кроме как разводить скот и пахать землю. Ни заводов, ни от производств. Вы ничего не создали, не построили. Ну, тогда будем разводить скот, как ты говоришь, и землю пахать. Вы проверьте, отпустите нас, посмотрите, как мы будем жить. Почему вы за нас переживаете так? Как бы мы там ни жили, хоть с голода мы там будем пухнуть, Ну, это будет уже наша судьба, наша страна. Вы же не волнуетесь, как там живёт Новая Зеландия. Там тоже, кстати, в основном сельское хозяйство развито. Но вас почему-то это не волнует. Было бы хорошо, если бы вас наша судьба, наша участь тоже не волновала. Самое смешное то, что если они завтра официально объявят себя слугами сатаны, люди всё равно продолжат работать в этой системе ради высокого дохода. Они и раньше пытали людей, использовали в давлении и насилии женщин, но теперь это делают открыто, показывают, что они выше закона. Да? Сейчас это просто не скрывается. Раньше они делали вид, что они такие прям защитники чеченских женщин, чеченских традиций, устоев, зудри. И они там пускали слёзы в прямом эфире, говоря про честь чеченской женщины. А сейчас всё уже, все в маске сброшены. Теперь без проблем могут похищать родственников там со стороны жены. Мои родственники со стороны жены по сегодняшний день удерживаются в республике, в заложниках. Это просто такой нонсенс был, а я поражаюсь. Я уже молчу там про родственников со стороны матери, что тоже является просто недопустимым в нашем обществе. Буквально вчера мы не могли себе это представить, что будут возлагать ответственность на родственников по линии матери. Мы не могли себе это представить. А сегодня мы уже видим возлагание ответственности на родственников, причём женщин, родственниц твоей жены. Это просто поразительно. Как помните в этом собачьем сердце этот говорил профессор Преображенский? Поразительно. Это поразительно. Первое, что приходит в голову, было бы хорошо, если наши братья, говорящие на арабском, рассказывали об этом шейхам, как Димашке и так далее, чтобы учёные охарактеризовали их, и чтобы арабский мир узнал о них. Да, согласен. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»